У природы нет плохой погоды. Этим руководствуются участники активного долголетия, занимающиеся скандинавской ходьбой. Вот уже на протяжении семи лет, несколько раз в неделю, они выходят на прогулку, несмотря на погоду. Под чутким руководством Павла Обысова тренируются более 30 участниц проекта. Техника отточена, поэтому все прогулки в удовольствие. Если вы новичок в этом деле, вас научат довольно быстро. Это совсем не сложно, и мы сами в этом убедились. Вот несколько советов. Двигаться нужно лыжным двухшажным ходом. При этом палками необходимо именно отталкиваться, а не опираться на них. Шагать следует с перекатом стопы с пятки на носок, а плечи расслабить и опустить. Колени и локти прямые, но остаются мягкими и пружинистыми. Выносится рука абсолютно прямая и идет отталкивание. Проходят мимо бедра в полностью маятникообразное состояние и выпрямляется и раскрывается ладошка. Самые частые ошибки – сгибать руки в локтях при ходьбе, останавливать руку на уровне бедра, ставить палки перед собой. Участница активного долголетия Ольга настоятельно рекомендует всем попробовать скандинавскую ходьбу. В августе будет три года, как я хожу на скандинавскую ходьбу. До этого у меня была сидячая работа. И позвоночник всегда меня смущал и мучил. То-то, то-то было. Сейчас вот я хожу, я чувствую себя прекрасно. Я забыла о всех болезнях позвоночника. Я прекрасно. Дыхание у меня восстановилось, у меня бронхиальная астма. Я очень довольна и с удовольствием сюда хожу. Это как праздник. Не забывайте про разминку и заминку. Для эффективного и безопасного проведения занятия нужно подготовить суставы, связки и мышцы к последующим нагрузкам. Скрестили пальцы, ладонями вверх. Тыльная часть ваших кистей смотрит на затылок. И вытягиваем позвоночник. Стоим в напряжении. Руководитель группы по скандинавской ходьбе советует ходить трижды в неделю по два километра. Скандинавская ходьба – один из самых популярных и доступных видов спорта, не требующий специально физической подготовки и дорогого оборудования. Кроме того, им можно заниматься в любом возрасте. Для долголетов это не только физическая активность на свежем воздухе, но и возможность общаться с людьми, имеющими схожие интересы. Вместе они занимаются спортом, ходят на другие занятия клуба, принимают активное участие в городских мероприятиях и праздниках. Стать участником проекта можно женщинам с 55 лет, мужчинам – 60. Для этого необходимо направить заявку через портал «Активное долголетие», подать заявку с мобильного телефона через приложение «Соцуслуги» или позвонить в Щелковский комплексный центр социального обслуживания населения по телефону, который вы видите на экране.